Приветствую вас, Елена. Я прочитал ваш вопрос. Довольно большой текст вы написали, конечно. А вообще, с точки зрения восприятия, да, это не очень хорошо, что вы написали большой текст, потому что достаточно сложно вам как-то вот сложно охватить как бы всё, да, то есть слишком много информации и что-то обязательно упустится. Вообще, у меня, знаете, сложилось такое стойкое достаточно впечатление, что вы вот обращались к нам, да, обратились на сайт, вот, не для того, чтобы решить проблему какую-либо свою, а для того, чтобы выговориться. То есть вот есть ощущение, что ваш текст это не про вопрос к нам, не про вопрос к психологам, это про вопрос к... про выговариванию. Это про вопрос о том, что вы хотите выговориться, это про то, что вам нужно выговориться, это вот про это. На такое ощущение возникло. И как бы после всей истории, что вы рассказали, после всей вот этой вот истории, которую вы рассказали, в конце ваш вопрос смотрится странно, потому что дело не в том, что вы рассказали отцу или нет. Дело в том, как вы относитесь к своим родителям сейчас, на данный момент, и как вы относитесь к себе, и как вы обижены на своих родителей, на свою матку, как вы не понимаете своих родителей, как вы не понимаете себя, да. И дело в том, что вы к мужчинам относитесь не совсем позитивно, да, давайте будем честны. А вот, то есть у вас, соответственно, понимаете, то вот, к сожалению, такие достаточно... достаточно яркие примеры современного гендерного состояния, которые уже потихонечку уходят в прошлое, но тем не менее. Да, есть внутренние конфликты, но они не связаны с тем, что вам нужно или не нужно рассказывать что-то своему отцу. Конфликт связан непосредственно с вами и вашим восприятным себя, вот, с тем, что вы сомневаетесь в своей ценности, что вы сомневаетесь в своей значимости, что вы обижаетесь. На своих родителей до сих пор, что у вас есть желание доказать отцу своему, что вы хорошие, что вы значимые. И, вероятно, с этим связано то, что вы выбираете определенных мужчин. Вероятно, именно это связано с тем, что, вот, с этим я связываю то, что вы выбираете, вот, в себе таких мужчин, машины, которые к вам относятся никак. Вот, собственно, это глобальная проблема, плюс, понятное дело, что есть страхи, страх близости, страх быть прочной, вот, страх измены, безусловно, присутствует. Вот, проблемы личных границ, вот, модели женского поведения вашего, также здесь проблемы это есть. Вот, и, в целом, некая такая, жертвенность и идеализация. То есть, вы говорите про мужчин. Ну, вот, как, вы говорите о мужчинах только как о мужчинах и о себе как о женщинах только. То есть, вы устраиваете гендерные отношения с мужчинами. Это ошибка, потому что отношения строятся личностями. И это еще один очень такой важный момент, да, как вы видите людей, как вы видите своих, например, друзей, вот, и так далее. Что касается, что касается психологов, то есть вот, ну, если мы говорим про психотерапию, то совет вам, ну, ну, никто даст их конкретных не может, что делать. То есть, здесь у вас, ну, на мой взгляд, в некоторой степени завышенные ожидания от специалистов. То есть, советов вам никто не даст советов, видимо. Вот, и с вами нужно работать, да. Но советов вам давать никто не будет, потому что это неэтично. Вот. То есть, я бы сказал, что вам срочно нужно начинать психотерапию, потому что вы работаете психиатром, вы работаете с людьми, и, ну, вы сами понимаете, что, наверное, качественно выполнять свою работу вы не можете. Вот. У вас есть специфическое отношение к сексу, вам кажется, что вас обесценивают, вам кажется, что вас принижают, вот, и это, как бы, ваше собственное представление о себе, которое вы приносите на, ну, на мыши, на мыши. Вот. Также есть, конечно, безусловно, много обид, есть, безусловно, много, множество не отреагированных ситуаций, вот, которые, которые вы, ну, просто не отреагировали, да, которые вы просто, ну, не способны были отреагировать. Вот. И, в этом во всем вам, конечно, нужна помощь, безусловно, в этом во всем вам нужна помощь, вот. Я думаю, что помочь вам более чем реально, если вы настроены на длительную и серьезную работу, вот. Я думаю, да, я думаю, таким образом можно здесь вам ответить, да, то есть у вас очень, понятно, у вас очень большой бэкграунд, у вас очень большой бэкграунд, вот. И со всем им нужно работать. Но ключевой момент в том, что важно не детство и не людям, которые, вот, как-то на вас влияли, хотя и это тоже. Важно то, какая вы и каких взглядов, каких установок вы придерживаете. Работа с установками, с теми же установками, с теми же убеждениями предполагает регулярные беседы и регулярные моменты. Да, регулярные как бы вы на детстве. Почему вы выбираете мужчин, которые, которым не нравитесь вы, но которые нравятся вам, все очень просто. Вы хотите завоевать мужское внимание, мужское доверие, мужское любовь, потому что так вы завоевываете любовь отца. Почему, когда вас обнимают, вы чувствуете себя лучше, чувствуете себя спокойнее? Потому что проблема личных границ, ощущение небезопасности, недоверие своим чувствам, тревожность. Повторяющаяся история, связанная с тем, что вы зачем-то приводите цитаты того, что вы говорили мужчинам с вами. По большому счету, это просто нравоучение. По большому счету, это просто нравоучение взрослым людям. После чего вы в некоторой степени удивляетесь, что с вами не хотят встречаться. Ну, вы же, по сути дела, просто человек от человека. Может быть, вы и говорите верные вещи. Может быть, вы говорите правильные вещи. Но вы, как и ваша мама, относитесь к мужчинам в чем-то нисходительном, в чем-то высокомерном, в чем-то обесценивающем. То есть, вы не чувствуете себя равной. Равной мужчиной вы себя не чувствуете. И воспринимаете мужчину, как именно те, кто вам нравится, как именно, вот, значит, ну, как знаете, как заблудшей души, да, которую нужно направить на истинный путь. Вот. Может быть, вы не считаете отца успешным, ну, то есть, как бы, отрицаете его выбор, находиться там, где он есть. И вы выбираете такие же мыши. Ну, есть, конечно, разница. Ваш отец, он, несмотря на то, что не работал, он, по крайней мере, занимался другими делами. Да, у него есть проблемы, безусловно, но он занимался другими делами. Если бы не было, то пассивность его. И у них проблемы, как бы, в отношении с вашей мамой, конечно, тоже на вас оказали большое влияние. В частности, в том, что вы предъявляете к себе, соответственно, и к окружающим людям, чересчур высокие нереалистичные требования, которые лично к вам никакого отношения не имеют. Это очень важный момент. Требования мешают вам быть естественными, требования мешают вам быть само собой и так далее. Вот. Есть некоторые склонности к нравоучениям. Вот, мужчин, вы, прям, чувствуется, как вы учите их, чувствуется, как вы, прям, вот, пытаетесь их научить чему-то и так далее. Вот. А, как мне кажется, как мне кажется, вам не хватает, знаете, вот такого, такой жалости к себе, в хорошем смысле этого слова. То есть, вам себя вроде как жалко, но вы запрещаете себе себя жалеть. Это достаточно серьезная проблема. Вот, потому что нужно пройти через жалость, вот, чтобы принять себя. Вы пишите, что у вас проблемы в личной жизни. А, вот, извините, многие люди, и вы в том числе, к сожалению, не знают значения тех слов, которые они употребляют. Дело в том, что личная жизнь, это жизнь личности. Так вот, это лично, лично, да, лично. Личность не имеет ничего общего с гендерным поведением. Гендерное поведение, это не личность как раз таки. Могут они пересекаться, конечно. Но личность, жизнь личности не гендерная жизнь. Не гендерная модель. Если вы посмотрите, то вы же пытаетесь ориентироваться постоянно на других людей. Вы не искренне. Вы боитесь своих чувств, боитесь отказа, обесценивания и прочее. Реакцию своих родителей на вас вы воспринимаете как характеристику себя. А поведение отца по отношению к себе как очень обидно. И вот с этим, в первую очередь, нужно работать. Это, в первую очередь, он мешает. Вы знаете, по-хорошему, нужно, как бы, всю вашу историю разобрать. Но это будет очень долго. Вот. Поэтому я не буду этого делать. Вот, как это общий момент я рассказал, да, исходя из того, что вы написали. Совершенно я точно знаю, что если вы попадаете в одну и ту же ситуацию, вам это для чего-то нужно. Вот. И вы не проблему свою излагаете в тексте, вы историю свою рассказываете. Понимаете? Которую рассказывают не так. Которую рассказывают на личную беседу. Ну, если, как бы, вы получаете, вот, общие какие-то направления в контексте решения своей проблемы. В общем. Ну, в общих вопросах. Вопросах. Ну, вот. И, вот, вы пишете, да, что проблемы в личной жизни. То есть, вы не верите в себя, вы обесцениваете себя, вы сомневаетесь в себе. То есть, как вы, как вы можете, ну, выступать в отношениях. А? Да. У вас достаточно негативное отношение к сексу. Несмотря на то, что вы сами, как бы, знакомы с ним. И все это очень мешало. За счет мужчин вы пытаетесь обрести гармонию. Но выбирайте таких мужчин, которые не способны вам это дать. В принципе. То есть, они не должны этого. Но они не способны. Выбирайте мужчин, которые проходят на ваши вопросы, чтобы, как-то, вот, внимание. Доказать, что вы чего-то строите, чего это значите. У нас есть требования, кажется, что он там не делал того-то, того-то, не делал того-то, 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 того-то. Вот. Я бы хотел спросить, а почему вы считаете, что он мог делать то, чего вы от него ждали, например? Вот. Вот. Вот это, наверное, будет последнее, что я сейчас скажу Елене. Вот. Я думаю, вы сами понимаете, что вам нужна консультация. Вот. 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 Вы пишите, да, что, как заинтересовать таких мужчин, если вы говорите, что бывшие не могут добыть и всех с ним останутся. Вопрос заключается в том, для чего вам заинтересовывают мужчин в принципе. Знаете? Вопрос в том, каких мужчин заинтересовывают. Совершенно очевидно, что вы не видите людей, вы не видите личности, вы не видите индивидуальности, и вам не хочется этих людей делать счастливыми. Совершенно очевидно, что вы хотите что-то получить от них. Чтобы заинтересовать человека, я подчеркиваю, человека, не мужчину, а человека, необходимо, чтобы вы верили в себя, чтобы вы ценили себя, чтобы вы принимали себя, чтобы вы не чувствовали себя настолько лучше, когда кто-то обращает на вас внимание. Вот тогда заинтересоваться получится. Чтобы вам была цель, чтобы вам было направлено, направлено. Чтобы вы из себя представляли такую единую цельную личность. А пока что вы хотите заинтересовать мужчину для того, чтобы стать этой самой цельной личностью. Так с ней работает. Как это не работает? Дальше. Значит, я всегда во всем чувствую обман. И самое страшное, что это подтверждается. Дело не в том, что вы во всем чувствуете обман. Вы специально выбираете таких мужчин, которые вас обманывают, чтобы подтвердить, что вы чего-то недостойны и прочее. Чем я буду выбирать что-то другое. Еще раз. Вы говорите, что вам скучно с другими мужчинами. Что это значит? Это значит, что вы в людях видите только мужчин. Это значит, что общего между вами и людьми, с которыми вы общаетесь. Нет. Слойте. Какого-то здоровья. Я просто спросил, почему вы психиатром работаете, если ваша мама врач? То есть, если вы вообще как-то относитесь к своей профессии. Вот такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Удачи. Всего самого доброго.